Hi there! It's English with Peter. Привет, друзья мои! В сегодняшнем видеоуроке я расскажу вам, как по-английски сказать фразы по типу дать заднюю, в кавычках, струсить, побояться что-то сделать или кому-то подойти из-за страха или неуверенности. Как вы уже видите на экране, по-английски эта фраза будет chicken out. Это сленговая, не сленговая, а разговорная вещичка, курица вне. Chicken out. Что еще можно сказать? Да, наверное, ничего. В следующем видео я расскажу вам о синониме к этой фразе, и этот синоним будет на примере так же теории Большого Взрыва, как и сегодня. Итак, друзья, давайте посмотрим видеоотрезок первый раз. Посмотрим второй раз. А теперь, как всегда, читаем, слушаем, разбираем, а потом понимаем, что мы все понимаем. Поехали! Послушали? В замедлении? Прочитали? Повторяем, делаем второй раз. Итак, немножко поработали, давайте переведем. Я расскажу вам про некоторые детали. Сегодня будет каратыш, истинный каратыш. И потом мы еще раз попрактикуемся в понимании на слух. Итак, Леонард говорит, да постойте же, мы все время это делаем. На что Говард отвечает, что делаем-то? И Леонард продолжает, даем заднюю, трусим. Мы настолько боимся попасть в неприятности, что никогда ничего неправильного не делаем. Итак, друзья, на что я бы хотел обратить ваше внимание. Первая фраза Леонарда, hold on. It's a hold on. It's a hold on. Hold, держать, он, на, hold on. Если вы никогда не были знакомы с этой фразой, то мы ее используем, когда мы, допустим, когда мы общаемся с кем-то, и мы не совсем поняли, что сказал человек, или удивлены. Hold on. Типа, постой, погоди. Hold on. Hold on. Также, когда, допустим, человек торопится, его речь слишком быстрая, как, допустим, у меня, и собеседник может сказать, hold on, hold on, hold on. Типа, погоди. Попридержи-ка ней. Hold on. Также, друзья, в эту фразу можете использовать, когда, допустим, человек очень быстро едет на машине, и впереди какие-нибудь ухабы, и он своим пассажирам говорит, hold on, guys. Типа, держитесь, друзья. Держитесь, ребята. Hold on. То есть, видите, вот такое вот range of usage, вот такое вот разнообразие использования этой фразы, hold on. Но в нашем случае, говоря слово hold on, Леонард, он захотел обратить, привлечь внимание своих друзей. Hold on, guys. We always do this. Hold on. We always do this. Ну, собственно, потом использована наша ключевая фраза chicken out. Побояться. Chicken out. Chicken out. А теперь, друзья, чтобы подробнее познакомиться с этой конструкцией, чтобы вы прочувствовали, как, когда, с чем ее едят, как ее используют. Давайте разберем несколько примеров. Пример номер один. Jumping off the high dive is fun. Don't chicken out. Типа прыжки с вышки с высокой, высокой вышки. Это классно, это прикольно. Не трусь. Не давай заднюю. Или второй пример. I didn't chicken out. I just changed my mind. Окей? То есть, типа, фу, друзья, я не струсил, я просто передумал. Ладно? Окей. Ну, или вот такие два примера. Come on, don't chicken out now. То есть, типа, да ладно тебе, ну, уже поздно трусить. Все уже, поезд ушел. Хватит, не надо этого делать. Ну, или заключительный пример. Freddy chickened out of the plan at the last minute. Окей? То есть, Freddy дал заднюю, он соскочил в сленговой версии в российском языке. В русском языке мы имеем такую фразу. Freddy chickened out of the plan at the last minute. То есть, в последнюю минуту он соскочил. Обратите внимание, в данном случае chicken переводится не как существительное. Имеется в виду не в этом примере, а в принципе, в нашей сегодняшней формулировке. Chicken переводится как, как бы, это как глагол. Chicken. И как вы можете видеть, зеленым шрифтом выделено chickened out. То есть, он струсил. Имейте, друзья, в виду. Возьмите на вооружение. Также, если вы хотите сказать в будущем времени, это будет will chicken out. I will not be able to chicken out. It will be my best friend with me. То есть, я не смогу струсить, потому что вместе со мной будет мой лучший друг. И он меня поддержит. He or she will support me. На что еще, друзья, хотел бы обратить ваше внимание. Смотрите, третья строка, зеленым цветом выделенная фраза. We are so afraid of getting into trouble. Почему я хотел обратить ваше внимание? Все вы наверняка знаете конструкцию стандартную. Допустим, я боюсь пауков. I am afraid of spiders. Да, мы не забываем про предлог of. Afraid of something. Ну, а что, если вы хотите сказать, что вы боитесь какого-то действия? Так вот, действие глагол будет с инговым окончанием. Как в нашем случае. Мы боимся угодить в просак. We are afraid of getting into trouble. Или, допустим, вы хотите сказать, я боюсь быть один. I am afraid. А попробуйте сначала вы. Окей? I am afraid of being alone. Или, допустим, я боюсь есть морскую пищу, морских гадов, морскую продукцию. I am afraid of eating seafood. Не знаю, по какой причине это может произойти, но так или иначе. Друзья, имейте в виду, если вы хотите использовать фразу, что вы боитесь что-то делать, используйте это делать с инговым окончанием. I am afraid of getting into trouble. We are so afraid of getting into trouble that we never do anything wrong. Итак, друзья, я думаю, что пора заканчивать. Максимум я выжил из того, что я хотел вам сказать. Сегодня вы узнали, что трусить, давать заднюю, бояться чего-то, спугнуться, по-английски будет chicken out. Очень разговорная вещичка, которую я рекомендую вам использовать. Классная вещь. Также вы сегодня узнали фразу hold on, и вы узнали, как и с чем употреблять фразу бояться чего-то. To be afraid of something. Напоследок, друзья. Сейчас я вам пожелаю хорошего дня, как всегда. Я это делаю. Друзья, где бы вы ни были, что бы вы ни делаете, делайте с удовольствием, с отличным настроением. Желаем с удовольствием учить английский язык, делайте это вместе со мной. А как я уже вначале вам сказал, мы увидимся в следующем видео, в котором я разберу синоним этой фразы, и он также будет из теории большого взрыва. Всем любителям этого сериала посвящается. Окей, guys, stay tuned. See you later. Hold on, we always do this. Do what? Chicken out. We're so afraid of getting into trouble that we never do anything wrong. Hold on, we always do this. Do what? Chicken out. We're so afraid of getting into trouble that we never do anything wrong. Hold on, we always do this. Do what? Chicken out. We're so afraid of getting into trouble that we never do anything wrong.